Подводим как-то сейчас каждому по своему выпускальству, а не мне что-ли прислать? Вот так оставить. Давайте сейчас последний рывок. Подведем итоги. Нет, нам уже эти нагрузки, чарпы. Да, немножко поближе, да, чтобы файл можно было удобно вам поговорить. Да, да, да. Остались самые стойки. Давайте тогда подведем итоги, кратко расскажем, что мы получили по группам и какие у нас результаты. С Маратой Шалович что-то еще? Да, может быть, мы первые, да. Да, давайте. Спасибо. У нас представитель уже подделок. Ну, тезисно, да? У нас было решено сделать... Точнее, не так, с нами был представитель компании Аркучев. Да, у них трудности с выходом на экспорт, и было предложение увеличить количество бизнес-миссий с участием экономики, Минпрома и всех заинтересованных лиц. Результат ожидаем через полгода, и должно увеличиться количество заключенных контрактов. Так же создать единый центр поддержки, потому что куча видов поддержки, но мы там, наверное, все теряются, никто не может найти. Сделать за полгода, нанять организацию. Вот, быстро-быстро, и следующее, и следующее. В общем, это все. Спасибо, это гравка по МСП. Давайте тогда к акте спорту перейдем. Мы как, мы слушаем, потом парируем, как бы, вопросы там, или мы просто... Можно сразу. Да? Сразу звоните, по каникам. Нет, потому что все вот эти, как бы, меры поддержки, они уже фондом осуществляются. Существляются, да. То есть, по поводу Акульчева, они наши экспортеры, они активные участники наших всех программ. По бизнес-миссиям сразу тоже не соглашусь. То есть, мы бизнес-миссию в этом году убрали. Почему? Потому что мы бизнес-миссию съездили в феврале, как раз по продуктовой линии. Чтобы бизнес-миссия была, как бы, с обратной связью хорошей, до этого нужно прорабатывать контакты зарубежных. Уже ехать на готовое, на теплое место, а не просто ехать себя показать. То есть, ехать себя показать – это выставка. То есть, вот, компании «Как Акульчев», они, как бы, могут позволить себе съездить на выставку в любую страну, и в Китай, и в Дубай, и в Катар, вне зависимости от ценных билетов. Но мы же говорим о малом и среднем бизнесе. То есть, не каждый малый бизнес может позволить себе билеты за 50 тысяч рублей. Или проживание. И продукт, что прознечный продукт, который можно взять сразу, и все понятно. То есть, я сталкиваюсь, как бы, по своей сфере деятельности, что есть компании с интересной, эксклюзивной продукцией, но у них нет… они живут в районе, работают в районе, то есть, семейный бизнес. У них нет, извиняюсь, «Газели», чтобы вывести продукцию на рынок Татарстана. Я даже не говорю про зарубежные страны. То есть, вот такой момент есть, как бы. Малый и средний бизнес у нас, хотя сейчас и, вот по показателям, в том году мы закрыли. Помогли 26 предприятий малый и средний бизнес выйти на зарубежные страны. И оборотка была в объем поддержанной экспорта 1,9 миллиона долларов США. То в этом году, вот на данный момент, у нас уже 13,2 миллиона долларов США. И уже 64 СМСП вышли на зарубежные контракты. А какая структура по видам деятельности? Как бы профиля продукции конкретно нет, то есть, продаем… Нет, не профильная, а вот 62 А. Ну, это продукция АПК, то есть, это основной, как всегда, у Татарстана. Кроме этого, есть интерьер-дизайн продукция. То есть, у кого-то, опять-таки, контракты на 5 миллионов долларов, это АПК, а у кого-то на 200 долларов. То есть, нет у малого и среднего бизнеса какой-то, скажем так, завидной стабильности. Да, регулярности. Если от нас, например, российский экспортный центр требует, чтобы средний контракт был на 200 тысяч долларов, то есть, ну, представляете сумму, да? КамАЗ стоит 200 тысяч долларов. То есть, не каждый малый бизнес, который производит сувенированные продукции или еще что-то, продаст на такую сумму, заключит на такую сумму контракт. Поэтому... Это через вас должно пройти именно? Ну, как через нас, то есть... И есть же там интернет-торговля сейчас, вот это все. Интернет-торговля у нас, она сейчас тоже, вот это направление развивается, как новый продукт. Например, мы сейчас разрабатываем такой инструмент, это частично компенсация комиссионной агентского вознаграждения, которую площадка взимает с предпринимателей при продаже. То есть, это у нас будет 50%. Но, опять-таки, например, в Wildberries компания у нас всего 47 предпринимателей из Татарстана, в разрезе по Татарстану, занимает продажи на площадке Wildberries. То есть, естественно, в Wildberries, как говорится, ненавидею сказано, но навряд ли они будут менять свои регламенты, обработки контрактов и еще что-то из-за 47. То есть, надо больше... Надо масштабировать, надо привлекать как-то предпринимателей выходить на электронные площадки, потому что большинство вот этих электронных площадок, на самом деле, регистрация бесплатная. То есть, Alibaba, да, там бешеный ценник, но Alibaba, он как раз рассчитан больше на крупняков, то есть, на объемные поставки. А вот такие площадки, как Wildberries, Ozone, есть российские площадки. У нас же как проблема не только в том, что предприниматели не могут выйти за рубеж, им же зачастую хочется расширить границы продажи в субъектах Российской Федерации, а они по незнанию не могут зарегистрироваться, не могут все что-то сделать. Сейчас вот с этого года в фонде, слава богу, очень много поддержки, очень много обучающих семинаров, которые как раз направлены на электронную торговлю, по помощи по сертификации. У нас вот сертификация продукции, фонд, центр поддержки экспорта. Если в том году мы софинансируем 50 на 50, в таком соотношении сейчас 80 на 20, то есть 80% фонд может погасить за предпринимателя, за получение... Сертификация вообще сказали, что полностью согласен? Нет, полностью это... Ну там долго, скольки-то... Нет, у нас, смотрите, вот центр поддержки экспорта, мы занимаемся только продвижением и поддержкой тех контрактов, которые выходят за рубеж, то есть для продвижения наших продуктов на зарубежном рынке. То есть международная сертификация мы софинансируем 80 на 20. То есть раньше было 50 на 50. Я тем отношу, похоже. Свою уже ушел. Я так понял, вы уже свой плакат защищаете. Свою боль ушел. Традиционные проблемы налоговой нагрузки, все прочее, но будем реалистами, наверное, все в правый верхний угол. Да, федеральный... Наш стенд покажет, что можно кучу. Выходи там. Там мы увидели людей, кто глобализацию хотел отменить. Спасибо. Она сама разваливается. Когда переходим к экспорту. Есть какие-то вопросы? Вы уже закончили? Я вот тут кому-то все сказал уже. Ну, у нас на самом деле из 11 проблем мы хотели выбрать самое важное, то есть выбрать 5. У нас так не получилось, поэтому 11 как бы интегрировали в 4. То есть начнем с боли, которая касается как бы и средний и малый бизнес. Это излишняя бюрократия, отсутствие адекватного электронного документа оборота. То есть объясню сразу по ходу дела, что это такое. То есть у нас сейчас сидела девушка одна, которая получает микрозайм по специальной программе экспортер. То есть если фонд дает под 75%, мы можем ходатайствовать под 5% получения. До 5 миллионов на срок до 3 лет. Есть экспортер. Да. Ну вот она пришла к нам сегодня как раз на нашу встречу. Вот такая папка бумаги Кипра. Она говорит, неужели, я должна сама все эти справки собирать, когда можно было бы как-то все это интегрировать в одну электронную площадку или ресурс, где кнопку нажимаешь, там тебе все выгрузки идут и с налоговой, и из этой организации, и из этой, и из этой. То есть она говорит о справках, которая уже находится в системе международного документа оборота, да? Да, которая уже находится в системе, но этого электронного. Эти проблемы 10 лет уже. Ей приходится все это нажимать, распечатывать и потом такие бумаги, так сказать, с собой. То есть это первое. Потом опять-таки отсутствие в банках информационной информации, консультации по валютным сделкам для начинающих экспортеров компании. То есть на самом деле над этим вопросом мы уже работаем. То есть у нас регулярно посещают нас представители банка, которые обучают предпринимателей по ведению, по открытию и ведению валютных счетов и валютных сделок. То есть, опять-таки, пример скажу, многие не знают и многие не знали, что, например, если вы заключаете валютный контракт, сделку с иностранным контрагентом, и вы не угадали по дате до какого числа вам деньги придут от него, то есть он деньги сдержал, вам не отправил, вы будете себя страховать. То есть, поэтому как бы есть нехватка такая обучение валютной введения внешней информации деятельности. Но мы сейчас уже этим занимаемся. То есть как раз вот сразу решение проблемы – это увеличение обучающих семинаров с участием представителей банков и, возможно, внедрение программы какого-то онлайн-обучения. То есть где будет пошаговая инструкция, если вы предприниматель с картинкой, вам нужно открыть такт, то есть с обозначением сроков и всего остального. – Извиняюсь, а нельзя, скажем, в Москву написать, чтобы этот штраф в конце концов отменили? Мы раньше тоже думали, что штраф за неуведомление об открытии расчетного счета будет всегда, но жизнь показала, что он ушел. И, грубо говоря, здесь я не вижу умысла предпринимателей в этом действии. Это просто не порядочно, с контрагентом идет речь, а просто один-два операционных дня. – Ну, этот вопрос уже выносили несколько лет назад, то есть сейчас опять мы этот вопрос будем поднимать, скорее всего, потому что уже не один предприниматель сужен. Так. Нет, уже намекают, что надо быстрее заканчивать. Успели отдохнуть в пятницу. Так, тогда вторую проблему тоже обозначу. – После шести успели. – Да? Вторую проблему обозначу. То есть у нас как бы существует такой информационный провал, как внутри республики. То есть не все предприниматели знают друг о друге. Например, у нас часто бывают выставки, где встречаются предприниматели из разных направлений. То есть вот есть упаковка продукции, а рядом с ним на стенде стоит производительная продукция. И они смотрят, говорят, о, мы не знали, что у вас есть упаковка продукции, а мы искали в Китае. А чтобы с Китая притащить эту себестоимость уже, о, не себестоимость, а стоимость будет уже дороже намного. Причем необходим будет специалисты, которые про этот оборудование будут навадкой заниматься, ремонтированные запчасти опять-таки. То есть в итоге порой происходит так, что контракт заключается не только экспортная, но и заключается уже между самими участниками стенда твоего же. То есть поэтому эту проблему у нас есть. – Сдается у упаковщика плохое продвижение своей продукции. – Опять-таки все забыли про тему менторства. То есть, например, крупные компании на подобии КамАЗа, еще других компаний, они же используют, например, опять-таки живой пример, чтобы было понятнее. КамАЗ включил контракт с дистрибьютором в Африке. Чтобы это сделать, дистрибьютор должен организовать ремонтную точку, склад запчастей, еще что-то такое. Почему КамАЗ не может порекомендовать производителей из Татарстана, которые покрасочные оборудования, вот туда же. То есть как продвижение крупными предприятиями сопутствующих товаров и услуг, которые производят его же соседи, как говорится, мелкие и средние предприятия. – Это не считается навязыванием? – Нет. – Почему? – Просто предложить. – Мы недавно ездили в Узбекистане, там машины все одной марки. Почему? Потому что General Motors подписали контракт с правительством, что у них есть более широкие преференции для развития своего рынка. А если вы завозите иномарку, 120% будет налог на босс. – Да, там все машины, это Chevrolet и Deo. С одной стороны хорошо, как бы все в школьной форме. – Ну да. – Но опять-таки там есть у них завод, который занимает сейчас резину делают. Но тот же самый General Motors почему-то закупает резину корейскую, а у своих же соседей не берут. – Нешилы, да. – Ну, это транспортная. – Так, опять-таки проблема тоже, которая входит в этот же сектор, это отсутствие информации от тарстанской продукции малой и средней бизнеса за рубежом. То есть, эту проблему мы уже решаем на самом деле сейчас. То есть, у нас в Тарстане есть подведомственно 15, а, в 15 странах есть торговые представители за рубежных странах. То есть, это и Дубай, это и Китай, это и Япония, это Франция, Чехия и другие тоже страны. – И можно список посмотреть, представить? – Список есть. Если наберете в интернете, сразу же выходит, можно посмотреть на сайте Минпромторга. – Минпромторга есть. – Там есть контакты, все есть. – Причем представители, они все очень заинтересованы в совместной работе, потому что им приходят заявки на продукцию, и они не знают о нашей продукции. То есть, у нас до сих пор нет адекватно нормальной каталога экспертной продукции предприятий малого и среднего бизнеса. У нас есть Made in Tatarstan, это который Минпромторг, где КамАЗы, вертолеты, самолеты, Позис, то есть, о них как бы и так все знают. – Советский подход. – Да. – И торговые точки в аэропорту. – Да. – Да? Тоже, между прочим, эффективная вещь. – Если выложить картинки всего там разную. – Так. Давайте сразу переходим туда на открытые проблемы. – На самом деле, мы собрали всю боль от предпринимателей, которые уже сейчас нашими силами решаются. – То есть, пошаговый гид по выставкам, мероприятиям с возможностью заявиться. То есть, это как-то оптимизация онлайн-заявлений. Не так, чтобы приходить искать самому. То есть, у нас сейчас Министерство экономики создает портал по мерам поддержки, где будут и меры поддержки фонда поддержки предпринимательства. То есть, предприниматель заходит на этот портал, видит список, перечень выставок, которые регулярно проводятся все равно в одно и то же время, в одной и той же стране, просто даты меняются. То есть, человек, если занимается производством сувенирной продукции, он может сразу зайти в конкретную страну, сувенирную продукцию, интерьер, дизайн. Выбрать для себя выставку, то есть, ему не нужно будет сидеть, говоряться в интернете и сказать, куда пойти. А если просто вид товара без зла, если он не знает страну, например, по виду товара? По виду товара тоже будет, да. То есть, этот портал у нас уже скоро, я думаю, заработает, уже вся информация предоставлена. Потом, опять-таки, программа финансовой поддержки начинающих экспортеров. То есть, фондом, опять-таки, уже осуществляется финансовая поддержка. Это микрозайм под 7,5%. Для экспортеров более опытных, которым уже нужна оборотка и какое-то развитие, им нужны деньги, средства, мы даем по 5%. Так, ну вот, проектный офис для продвижения проектов на международные рынки. То есть, у некоторых компаний не хватает ресурсов своих, понимания, как тот либо иной продукт, какую страну, каким образом, как все это запустить. То есть, есть ресурсы, но не хватает сил и понимания для первого шага. То есть, опять-таки, фонд поддержки предпринимательства, центр поддержки экспортеров. У нас в этом году запущена акселекционная программа. Это ТПП. Это компания КПМГ, которая входит в тройку самых крупных консервных компаний мировых. То есть, они сейчас занимаются тем, что проводят модули образовательные. Прошло обучение уже больше 120 предпринимателей. Из них будет произведена выборка наиболее активных, перспективных. Для них будет прописана дорожная карта, для них будет вестись поиск партнера зарубежного. Ну и логический финал. Это будет заключенный экспортный контракт с подтверждением отправки товара, либо получения уже денег за эту сделку. РЭДС помогает вам или вы своими силами? Как вам ответить? РЭДС наш большой брат. Он нам помогает морально. Он всегда рядом с нами. То есть, также мы можем рекомендовать нашим предпринимателям участвовать в программах российского экспортного центра. То есть, у них тоже есть некоторые выставки, которых нет к войне у нас. Как раз у нас, что я рассказывал про программы, которые связаны с РЭДС. Это возможно кредитование вашего иностранного партнера на покупку вашей продукции. То есть, это уже там между банками есть договоренность. Международным банком. Да, да, да. То есть, кредитуется не вы, не местные, а кредитуется ваш зарубежный контрагент, который у вас закупает вашу продукцию. То есть, вариантов на самом деле там очень много, если все это изучить. То есть, есть чем воспользоваться и есть чем потом похвалиться будет. Так, переходим на последний вопрос. Я думаю, мы не будем обозначать, то есть, какое решение. Я так праливно уже все это закрываю. Да, уже, да. Да, примерами. Ну, вот на самом деле, как бы основное, то, что беспокоит всех, это недостаток квалифицированных кадров и недостаток проведения обучения по профильным специальностям. То есть, опять-таки, в районах те, кто производит продукцию ПК, например, заезжали на компанию, которая занимается хранением, переработкой зерна, то есть, вся техника старая, необходимо ее ремонтировать. Мне показали, прям так пальцем, можно сказать, вот наши сотрудники, которые с нами давно работают и которые ремонтируют нашу технику. То есть, возраст сотрудников примерно соответствует возраст техники. Да? А дальше нет никого. Да, 50 лет. 50 плюс. Да, 50 плюс. И они говорят, вы понимаете, что вот еще немножко, и некому будет ремонтировать эту самую технику. То есть, в этом проблема, что молодежь идет, выбирает другие специальности, нет профильных специальностей, которые для работы на земле. То есть, поэтому надо вот как-то за это тоже совместно браться. То есть, для этого нужна популяризация, скорее всего, тех самых профессий. Вот, опять-таки, прошедшие мероприятия, которые были у нас, WorldSkills, они это способствуют. У нас конкурс с комбайнером сегодня такой. Да? Тоже, тоже, да. Самая лучшая популяризация, увеличение зарплаты. Но в частных фермерских хозяйствах зарплата хорошая. Просто, может быть, молодежь об этом не знает. Может, я тоже неправильно месту нахожусь. Что касательно ведения внешнеэкономической деятельности, тоже очень много компаний, которые производят продукцию свою, и у них все хорошо с обороткой и с продвижением продукции на местном рынке. То есть, у них недостаточно знаний и квалификации для продвижения своей продукции с зарубежной рынки, потому что, опять-таки, не хватает кадров, квалифицированных, которые с сознанием иностранных языков, с пониманием, на какие рынки продвигать продукцию. Для этого мы предлагаем, уже есть такой опыт, общение пока еще не реализованный. То есть, например, в кооперативной техникум ректор предлагает, в последние курсы есть таможенные делы, у них есть кафедра. Они предлагают на последних курсах выбирать отличников и их отправлять на стажировку в Центр поддержки Экспорта с дальнейшим прицелом на их трудоустройство. То есть, вот необходима какая-то программа, которая будет на последних курсах двух проводить более узкую, специализированную, направленное обучение уже, ну, как раньше было, то есть, закончил ты сельхозакадемию, ты уже распределен в какой-то район направления. Сейчас такого распределения нет, сейчас студенты просто отпускают с диплома. Тут просто цель-го образования надо взять. Да. Потому что сейчас очень много тех, кто обучение проходит юристами, они просто себе трудоустройство не находят, они уходят с комбайнерами, скажем так, или наоборот. У меня все, спасибо. Все, спасибо вам большое. То есть, вопрос не втали собственности за рубежом.